Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оля, и в этом видео мы поговорим об одном из моих самых-самых любимых брендов, это Мансера, и конкретно об их Wild Collection, то есть дикой коллекции. Мне очень нравится их ценовая политика, потому что если покупать в интернет-магазинах, то цена вполне себе такого среднего даже люкса, даже не самого дорогостоящего люкса. Ароматы очень оригинальные, они очень стойкие, очень шлейфовые, очень интересные, запоминающиеся. Выбор там просто огромный, конечно, невозможно, чтобы вам понравилось абсолютно все, но я думаю, что каждый может там выбрать что-то для себя. У бренда Мансера есть разные коллекции, я буду снимать про некоторые из них тоже видео, потому что у меня есть все ароматы из этих коллекций. Конкретно из коллекции Wild у меня есть многие ароматы, но там еще есть такие, как Дикая кожа и Уд Роуз. Уд я не люблю, кожаные ароматы это тоже, к сожалению, не мое, поэтому у меня их нет, я просто 100% знаю, что они мне не понравятся. Тем более еще с этой приставкой Wild она нам здесь намекает, что это не какой-то типичный приятный аромат, который понравится большинству, там, многим. А наоборот, в них есть, во всех, в них есть что-то такое, знаете, особенное, что-то дикое, что-то, что вызывает какое-то непонимание, какой-то диссонанс. Но мне это в итоге понравилось, хотя при первом затесте я как-то тоже сначала оторопела так, не знала, как к этому относиться, пыталась их разносить, разгадать. Но в итоге все-таки большинство из них мне понравились и показались действительно очень достойными и интересными. Первый аромат, который мы рассмотрим, это будет Wild Candy, то есть Дикая конфета. Он один из моих самых-самых любимых, поэтому я хотела бы с него начать. Давайте быстренько пробежимся по пирамидке. Это фрукты, шоколад, бергамот, лимон, франжипани, роза, ваниль, белый мускус, соль, гваяк, сандал. Самые основные такие слышимые ноты, это, конечно же, фрукты, это темный шоколад, это соль, ваниль и франжипани, как ни странно. То есть он вроде бы гурманский, но что-то вот смущает. А смущает нас это как раз такая цветочная свежесть внезапная, такая тропическая и очень цветочная от франжипани. С одной стороны, это конфета с фруктовой начинкой, из темного шоколада, такая посыпанная солью, очень какая-то аппетитная гурманская, сладкая, ванильная, да. Но есть при этом еще вот эта вот свежесть какая-то от франжипани, что поначалу очень смущает. Хотя, честно говоря, Мансера это такой бренд, который любит, в принципе, эту тему, сочетание какой-то гурманскости с цветами. У них есть такие ароматы, как чоковайолит, роза с чоколад, то есть там шоколад, какие-то шоколадные печеньки некоторые воспринимают. Я воспринимаю как шоколадный торт. В чоковайолит это с фиолетовыми цветами, с сиренью, фиалками, а в роза с чоколад это розы и тоже шоколад, такой прям гурманский шоколад и очень свежая цветочность вот от роз, да. Здесь тоже шоколадная вот эта конфета, она сама по себе не очень обычная, да, то есть такая с солью, с фруктами какими-то тропическими. Но тут еще и вот эти цветы вместе, которые не дают скатиться ему в абсолютную гурманику. Для некоторых это минус. Я вот сама, честно говоря, не сразу поняла, что я вообще думаю по этому поводу, потому что вот в ароматах, которые чоковайолит и роза с чоколад, меня это почему-то совершенно не смущает. Я это воспринимаю как-то нормально, для меня это красивый, наоборот, очень интересный такой аромат. А здесь я как-то не сразу поняла эту идею, пыталась ее как-то разносить, но в итоге он мне все-таки очень сильно понравился. Это очень оригинально интересный парфюм, многим он напоминает тоже какую-то, знаете, отпускную тему, вот эти все франжипани, тиаре, вот ваниль какая-то. Еще тут белый мускус есть, то есть он придает такую воздушность, какую-то летящесть, легкость, парящесть. Я его очень сильно люблю, и когда он есть в ароматах, для меня это прям однозначный плюс. Так что я подтверждаю, эта конфета действительно дикая, очень необычная, очень самобытная, и ароматов каких-то вот абсолютных там копий, клонов нет, я таких не знаю. Так что обязательно его попробуйте, если любите такое вот направление. Следующий аромат это Wild Cherry, аромат на тему вишни. Я его очень сильно ждала, слышала очень много отзывов, читала комментарии. То, что он совершенно не похож на другие вишневые ароматы, а я очень сильно люблю эту тему, я ожидала какое-то новое совершенно прочтение, какое-то для себя неожиданное. Но, к сожалению, честно говоря, я была поначалу очень сильно разочарована, потому что я его не получила, к сожалению. В пирамиде здесь заявлены вишня, лимон, бергамот, кори нирис, пачули, жасмин, гелиотроп, вани, белый мускус. То есть, да, все-таки это, конечно же, это вишневый аромат, но я много раз слышала, что он не похож, например, конкретно даже на L'Eppetit Rock Noir, но внезапно оказалось, что он не просто похож, что это абсолютный, практически стопроцентный клон. Но на самом деле это клон, потом я делала параллельные затесты, он клон примерно процентов на 90. То есть, здесь полностью считывается вся эта идея L'Eppetit Rock Noir, классической первой версии в парфюмерной воде, а также он очень сильно похож на Black Perfecto. Поначалу мне показалось, что он на первой вот больше похож, но при параллельном затесте, при каком-то сравнивании на себе, на блотерах, я его практически не могла отличить от Black Perfecto и часто очень даже путала. Иногда где-то мне казалось, что да, все-таки он как-то немножко отличается, но иногда я их путала совершенно и не могла вообще ничего понять и отличить. Эти ароматы у меня есть, поэтому я их очень хорошо знаю, я их ношу и люблю. И самое главное то, что они 2012 года, а Wild Cherry это 2016, то есть он уже намного более поздний аромат, и соответственно он полностью копирует вот эту идею L'Eppetit Rock Noir, к моему великому сожалению. Здесь в первую очередь, конечно же, вишня, это такая ликерная, тягучая, сладкая, ванильная вишня с косточкой, тут есть какая-то вот миндальность, пудровость, то есть аромат очень такой вот бальзамический, где-то тоже находит сходство с Лолит Олимпикой. Кажется, что здесь тоже должен быть, наверное, вот этот вот анис и лакричник, потому что здесь тоже есть какая-то вот эта вот тягучесть такая специфическая. Его отличие только в том, что иногда вот конкретно на коже он играет как-то более интересно, в нем просыпается то просто какая-то компотная вишня, то вишня из леденцов каких-то, то свежая вишня. Вот вся эта бальзамичность, она никуда не уходит, но он как-то больше играет и переливается. А вот ароматы от Герлен, они все-таки более как-то так монолитно, монотонно звучат на всем своем протяжении и как-то сходят плавно, да? А здесь он все-таки поинтереснее. Хотя мы должны, конечно, признать, это абсолютнейшее сходство. Если вы любите эти ароматы от Герлен, то в принципе попробовать себе купить от Левант какой-то можно, потому что, говорю, в принципе он для меня даже лучше. Если бы я не знала те, или если бы я их знала и выбирала между ними, возможно я бы выбрала даже его, как один аромат, который вот из них, из всех купить. Он такой же примерно, но поинтереснее. Но если у вас есть уже Герлен для пяти троп-нуар, тем более разные какие-то версии, то, не знаю, честно говоря, возможно вы будете разочарованы. Хотя я им даже чаще пользуюсь, чем Герлен, потому что, говорю, вот он как-то поинтереснее раскрывается, побогаче играет как-то. И мне он в принципе, в принципе нравится. Просто первое впечатление было такое вот негативное, но в итоге все равно я им пользуюсь, потому что он все равно в моем вкусе. И он очень стойкий, очень такой шлейфовый. В общем, все технические критерии у него просто на высоте. Следующий аромат из сегодняшней подборки, это будет Wild Fruits. На самом деле он как бы не входит в эту серию Wild, но у него тоже есть в названии вот эта приставка, и мне кажется вполне абсолютно нормально его сюда включить. И это очень интересный аромат, который тоже хочется обсудить. Его пирамида такая, это кумкват, цитрусы, лимон, грейпфрут, фруктовые ноты, персик, черная смородина, яблоко, фиалка, белый мускус и кедр. Вообще я не люблю, честно говоря, цитрусовые ароматы, я только недавно стала к ним как-то подходить, а так вообще всегда они мне не нравились, потому что вот эта вот кислота, которая есть в цитрусах, там иногда и сладость, и кислота, мне кажется, на коже, оно не очень как-то красиво звучит. Иногда в них есть какая-то горчинка, по идее ты ждешь от цитрусовых ароматов, что они будут как-то освежать, но чаще всего, на мой взгляд, они звучат как-то липко, сладко, либо кисло. Я не люблю, когда от меня идет такой кислый запах, еще и с горчинкой. В общем, нет у меня обычно такого настроения, тем более цитрусовые ароматы, они, как правило, очень сильно нестойкие, буквально там полчаса могут держаться, ну час максимум, и это тоже, конечно же, их большой недостаток. Но этот аромат, честно говоря, очень сильно привлек мое внимание, он совершенно не банальный для цитрусового. Здесь наиболее ярко звучат фрукты и цитрусы, то есть кумкват, лимон, гриппфрут, это из цитрусов, и из фруктов это персик, яблоко, также есть фиалка, и у всего этого мускусно-древесная такая база. Мне он почему-то по звучанию напоминает бренд Ликит и Мажине, то есть там часто тоже бывает такая вот древесная активная база, фрукты, и звучание какое-то такое вот отстраненное, какое-то благородное. Для цитрусового аромата, как я уже говорила, он достаточно стойкий, он очень такой яркий, играющий, какой-то он интересный, вот честно, он меня привлек, я бы его даже купила в большем еще объеме, он мне понравился. На мой взгляд, этот аромат, он не секс, он шипровый, и такое впечатление какое-то производит, как будто бы эта корзина фруктов стоит на деревянном столе из кедра, есть в нем ощущение какого-то праздника, и может быть даже какого-то типа шампанского, хотя здесь ничего такого не заявлено, но есть вот какая-то вот эта радостность, возможно, вот цитрусы, фрукты, все это дает это сочетание, то есть как будто бы шампанское, фрукты на деревянном таком столе, поэтому я говорю, вот есть сходство с брендом Ликитом и Жене, они любят такую тему, и у них много ароматов вот с таким воззвучанием подобным, так что он достаточно интересный, обязательно его попробуйте, как минимум в магазине можете потестить, хотя я тестила его в магазине, и он мне совершенно как-то не показался интересным, и наоборот даже я подумала, ой, опять эти цитрусы, это шипровость, это какая-то древесность, вот однозначно не мое, но потом, когда я его все-таки уже поносила на себе, мое мнение кардинально изменилось, вот такой аромат мне нравится, такой цитрус я носить, честно говоря, хочу. И последний аромат из этой дикой коллекции будет Wild Piton, это один из самых таких для меня неоднозначных ароматов, но он один из самых популярных и продаваемых, насколько я знаю, у марки, и все это неспроста, потому что многие находят в нем сходство с популярнейшим ароматом от бренда Killian, это Good Girl Gone Bad, то есть хорошая девочка становится плохой. Сейчас я зачитаю пирамиду, и вы поймете почему. Это Тубероза, Османтус, Персик, Бергамот, Жасмин, Цветок, Апельсина, Пачули, Белый Мускус и Ваниль. Наиболее слышимые ноты, это, конечно же, Османтус, Персик, Жасмин, Тубероза, и вот я бы еще сказала, что Пачули. На мой взгляд, это действительно можно отнести к клонам Killian за более какую-то бюджетную сумму, но у него есть своя какая-то особенность, это не какая-то подделка, это не абсолютно стопроцентный клон, это аромат вот по мотивам на эту же тему, но у него однозначно есть своя особенность, которая кому-то может понравиться, а кому-то наоборот оттолкнуть. Я слышала такую вещь, что Османтус, он часто дает не просто абрикосовое варенье, вот это в некоторых ароматах, да, есть какая-то явная такая абрикосовая сладость, а иногда он дает какой-то такой кожаный нюанс, и вот здесь это очень сильно, видимо, как-то проявлено, потому что здесь очень сильно чувствуется животность. На промо-фото его представляют, как такой дикий питон, который в какой-то темноте там крадется, среди каких-то зарослей, в тропиках, в каких-то джунглях, не знаю, и вот здесь это реально есть, есть вот какая-то вот эта злая зелень от туберозы, она вот такая не нежная, какая-то сливочная, милая, а вот такая какая-то злая зеленая зелень, какая-то чувствуется животность, кожанность, видимо, это дает Османтус, может быть частично почули, в нем чувствуется какая-то реальная вот эта дикость, какая-то хищность и даже агрессивность. В шлейфе он очень похож на самом деле на Киллиан, есть вот эти какие-то абрикосы, здесь абрикосы не переспелые, не какие-то там сок какой-то с мякотью, не сочные такие вот персики какие-то яркие, зрелые, это какие-то зеленые такие абрикосы, юные, вот эта зелень, тубероза, это все тоже чувствуется, шлейф у него действительно красивый, но если прямо уткнуться, вот вместо, куда вы его нанесли, запах прям очень какой-то даже может показаться отталкивающий, очень резкий, очень специфический, вот какой-то, говорю, животно, злой, такой хищно-зеленый, абрикос где-то тоже есть, но все затмевает вот это вот, какая-то резкость его. Этот аромат очень стойкий, очень шлейфовый, на эту тему, если вам нравится Good Girl Gone Bad или Королева Шейба от Atar Collection, то этот тоже будет в вашем вкусе, но у всех этих ароматов, у них есть своя какая-то особенность, какая-то неповторимость, то есть это не клон, это аромат просто на эту тему. Мне, честно говоря, нравится его носить, но особенно мне нравится все-таки его шлейф, а вот если, говорю, прям утыкаешься носом, он какой-то прям назойливый, такой сверлящий, свербящий, и, честно говоря, очень такой действительно хищный и дикий, он однозначно подтверждает свое название. Название здесь неспроста, такое вроде кажется странное, дикий питон, но когда вы его потестите, поносите, вы поймете, что он его полностью, полностью оправдывает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы эти ароматы, как они вам, понравились или нет, и вообще свои какие-то впечатления, свои эмоции. На какие ароматы от Монсера вы бы еще хотели увидеть обзор, потому что я их на самом деле очень люблю, и с удовольствием буду снимать, потому что, как я уже сказала, бренд очень достойный внимания. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok